У меня дежавю. Такое впечатление, что мы играли с локомотивом. Повторение игры, если бы забили в концовке с углового, то это была бы точная копия. Опять хороший первый тайм. Начало второго ничего не предвещало. Угловой отскок, бам, первый же удар ворота и поехали. Ну а второй мяч вы видели. Здесь, честно говоря, мне описывать как бывшему игроку и как тренеру я даже не могу. Назвать одним словом или двумя. Как мы не пропустили этот мяч, если Максимов убегает из центра поля один, обоих двоих. Я уже не знаю, как мы еще должны были пропускать. Ну а потом что? Потом, в общем-то, нейтральная игра. И надо дать должное Махачкале. Они вышли, понятно, как на последний бой. Они на каждом участке поля боролись за каждый мяч, что, к сожалению, не было у нас. Некоторые игроки, молодые, выпали. Я имею в виду, в борьбе за мяч мы проигрывали много подборов, много борьбы. И, естественно, игры как таковой с мячом, когда ты находишься без мяча, игры с мячом и не получается. Финальный штурм показал, что нет сил. А с другой стороны, когда остались с десятером за 10 минут, там и бежали, и, в общем-то, эмоциональный подъем. Но, к сожалению, без концовки, без концовки, то, что у нас есть, но, еще раз повторяю, для этого необходимы игроки, которые уже будут индивидуально возле штрафной, делать результат. Восьми матч сезона, я специально посчитал, команду на счете и не удержал победу. Это звенья одной цепи? Что с характером, может быть, можно сказать? Это звенья одной цепи, но здесь не характер, здесь психология. Вот, и вы посмотрите, какие нелепые мячи мы пропускаем. Конечно, в этом сезоне у нас случилось все, что могло случиться. Вот, мы играли много игр без центральных защитников, потом без нападающих мы играли. Вот, и вчера Ионов выпал, значит, по, значит, сделали ему операцию стоматологическую. Вот, сегодня вообще он не должен был выходить, но так как стали проигрывать, пришлось его выпускать. Хотя не планировали. Поэтому у нас, честно сказать, и состав-то наигранный, который Кокорин очень много, всего 8 игр сыграл в чемпионате из 18. Поэтому нету сбалансированного состава, нам приходится все время краить. И та молодежь, которая вначале выглядела свежими, сегодня видно, что они уже не могут держать тот уровень, который необходим для премьер-лиги. Вот, и сегодня увидим, у нас 4, до 4-5 игроков доходило в некоторых играх. Конечно, это непозволительная роскошь ни для одной команды премьер-лиги. И сегодня это сказывается, еще раз повторяю, этот перерыв нам очень необходим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!